Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». Сегодня 5 апреля, четвертый день Страстной недели. Его еще называют «Чистый четверг». Я очень рад, что гость нашей программы сегодня, благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии, священник Игорь Нагайцев. Батюшка, здравствуйте! Спасибо вам большое, что нашли в вашем плотном графике время для того, чтобы прийти сегодня к нам в студию. Ну и уж, коль скоро нам настолько повезло с собеседником, говорить мы будем почти исключительно о предстоящем светлом празднике, о Пасхе. И обо всем, что с ней связано. Как обычно, наша совместная с благочением программа выходит в прямом эфире. Это значит, что вы можете позвонить нам по телефону 495-508-8684 и задать отцу Игорю, человеку с большим духовным опытом, свой вопрос. Ну, а мы начинаем. Ну, итак, мы находимся в преддверии, наверное, самого важного и самого светлого христианского праздника, праздника Пасхи. Завершается Великий пост. Ну, и хотелось бы, чтобы вы в нескольких словах сказали о том, каким он был для нашего Одинцовского благочиния. Я знаю, что он был наполнен самыми разными важными событиями. Ну, действительно, для каждого человека, верующего человека, Пасха — это праздник в праздник, и торжество в торжестве. Конечно же, наше сердце всегда ждет этого праздника, этого праздника, который переполнен радостью. И хочется, конечно же, этой радостью всегда со всеми делиться, своими родными, близкими, просто знаемыми людьми. Но мы все с вами знаем, что этому празднику предшествует Великий пост, который по своей сути уже закончился. Сейчас идет Страстная Седмица, которая не входит в число недели Великого поста, а все-таки стоит особняком по отношению и к Великому посту, и к празднику Пасхи. И можно сказать, что Великий пост закончился. Сейчас мы живем в преддверии праздника Пасхи, в преддверии тех событий, которые стали для нас определяющими в жизни любого христианина. Это события воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, на протяжении Великого поста жизнь не замирала. Она продолжалась не только в храме, продолжалась и в благочинии. Конечно же, богослужебная жизнь была более насыщена, чем в обычное время, чем в обычные дни. Но, тем не менее, проходило достаточно много мероприятий совместно и с администрацией города, муниципального Одинцовского района, совместно и с управлением образования и с другими организациями. И, конечно же, наверное, главным событием уже прошедшего месяца, марта, стала неделя православной книги, которая проходила в Одинцовском районе. Она традиционно проходила не только в храмах, она проходила во всех школах, дошкольных учреждениях. И, конечно же, нашла очень живой отклик в сердцах детей, их родителей, их педагогов. Очень было приятно видеть, как дети и их педагоги, может быть, не совсем однозначно подходят к каким-то вопросам. Были споры, были какие-то прения. Действительно, это очень вызвало большой интерес у педагогов и у детей. Но основная цель была достигнута, да? Безусловно, цель была достигнута. Мы все-таки дали возможность детям и их родителям поразмышлять, что же для нас значит слово, что для нас значит книга, да? И может ли книга быть заменяема современными гаджетами, которые мы все с вами, конечно же, пользуемся. Но, тем не менее, дети пришли к такому заключению, что книга все-таки лучше. И вот закрытие этой недели православной книги проходило совсем недавно в Спасском храме села Усова. Дети подготовили очень хорошее, красочное представление тоже о православной книге. Были выступления и педагогов, и поздравления. Поэтому, конечно же, жизнь даже на протяжении Великого Поста не замирала и продолжалась. Помимо этого, конечно же, продолжались поездки и в Третьяковскую галерею детей. Дети приходили в Георгийский собор с экскурсиями. Еще такое событие, знаменательное, можно сказать, что профессор Московской Духовной Академии Алексеевич Очиспов приезжал в Успенское. Он в ДК проводил свою лекцию, которая собрала тоже большое количество и взрослых, и детей. Пришли учащиеся в местные школы. И даже те люди, которые не проживали, не проживают в селе Успенское, также постарались приехать на эту встречу, чтобы задать интересующих вопрос. Действительно, человек, который много может рассказать в доступной форме и ответить на те вопросы, которые возникают у людей. Поэтому стараемся, чтобы, конечно же, жизнь была насыщенной. На протяжении также Великого Поста к нам неоднократно приходили в собор дети с храничными возможностями. Они просили, чтобы их пособоровали отдельно, потому что ввиду их определенных особенностей, им тяжело находиться в большом количестве людей. Для них специально прошло соборование и в Нижнем Храме. Такие основные события, наверное, прошли в марте. И, конечно же, основные силы сейчас брошены на то, чтобы достойно подготовиться к празднику Пасхи. Потому что, конечно же, все мы готовимся внутренне, безусловно. Мы стараемся подготовить свое сердце, свою душу к этому празднику. Но, тем не менее, не стоит забывать о том, что вокруг нас тоже необходимо, чтобы все было чисто, чтобы все было достойно, и чтобы ничего не нарушало той радости, которая в этот день переполняет сердца людей. Ну, я так понимаю, что действительно самая главная цель, которую благочение вот этими мероприятиями во время Великого Поста ставило перед собой, это дать людям возможность не только ограничить себя, скажем, в каких-то материальных вопросах, в том числе во вкушении пищи, но и, собственно, может быть, даже более важный момент, это дать людям пищу к размышлению, к осмыслению каких-то моментов, на которые, может быть, там, на бегу, в повседневности не хватает ни времени, ни сил, ни внимания к ним. А вот все эти, начиная от недели православной книги и заканчивая приглашением знаменитых богословов, да, которые, приезд которых даже в крупный город всегда становится событием, да, то есть это действительно такая возможность для одинцовцев еще раз подумать. Подумать, может быть, как это капслоком, да, выделить большими, подумать, большими. К сожалению, понимаете, многие люди воспринимают церковь как некую систему ограничений, но на самом деле церковь дает возможность действительно задуматься, церковь дает возможность для реализации своей собственной свободы. Церковь никогда ничью свободу не нарушает, ее не нарушает Бог, ее не нарушает церковь. К сожалению, мы сами отдаем свою свободную волю в порабощении каким-то сиюминутным интересам и, к сожалению, начинаем быть зависимы от чего-то. Вот церковь нам предлагает задуматься, остановиться на какое-то мгновение, да, и посмотреть, все ли мы правильно делаем, в том ли направлении мы двигаемся в жизни, и действительно, все ли то, что для нас важно, является таковым. Может быть, все-таки в жизни есть что-то более важное, более глобальное, что требует дополнительного осмысления и развития, развития для того, чтобы шествовать по этой дороге. Поэтому мы надеемся, что такие вопросы, которые мы постарались задать, они нашли отклик в сердцах людей. Надеюсь, что хотя бы небольшое даже количество людей смогло как-то оценить ситуацию, которые находятся, и смогли, может быть, что-то исправить в себе то, что было необходимо сделать каждому человеку, который решил поститься в этот Великий пост. Сейчас идет Страстная Седмица. Я так понимаю, что она действительно является неким переходным таким периодом, переходным моментом от поста, собственно, к Пасхе. Каждый день этой Страстной Седмицы, он наполнен смыслом, да, ну, я думаю, что все знают, что такой чистый четверг сегодня, как раз он, в этот день мы встречаемся, да, и, тем не менее, ну, а дней-то семь, да, понятно, что воскресенье – это день Пасхи. Если можно вот кратко пробежаться по этим дням и в нескольких словах их значение. Ну, давайте вот начнем с сегодняшнего дня, потому что сегодня день такой принципиальный для Церкви, потому что именно в Великий четверг было установлено Таинство Евхаристии. Это основополагающее Таинство Церкви, когда человек отвечает с тела и крови самого Спасителя. Сегодня утром было богослужение в соборе, и богослужения проходили не только в соборе, но и во всех храмах Одинцовского района. Было большое очень количество верующих, которые пришли в этот день в храм, несмотря на то, что все-таки это день рабочий. Совсем вот недавно, сейчас вечером, закончилось еще одно богослужение, которое также совершается единожды в год. Это утренняя, на которой читается 12 страстных Евангелий. Евангелие, которое повествует о последних днях и часах жизни Спасителя на земле, его страданиях, его распятия и погребениях. Завтра день особо скорбный для Церкви, потому что именно в пятницу был распят Спаситель и принял крестную смерть. Завтра утром будут свершены царские часы. Днем свершается вечерняя с чином выноса плащаницы с изображением Спасителя. И вечером, обычно это в 17 часов, свершается утренняя с чином погребения. И свершается малый крестный ход с плащаницей. Все люди благовейно следуют за плащаницей, прикладываются к ней. И суббота в этом году необычная суббота великая, потому что праздник Благовещения совпадает с Великой Субботой. Так бывает нечасто. Когда такие два величайших события в истории Церкви, в истории человечества совпадают. Вот мы уже знаете, выделили 1991 год, это когда Благовещение совпадало с Пасхой. То есть Пасха была 7 апреля и Благовещение тоже 7 апреля. Но вот в этом году немножко не дотянули. И у нас Благовещение попадает на Великую Субботу. Есть, безусловно, свои особенности богослужебной жизни. Но, тем не менее, мы также будем выпускать голубей. Будем также, конечно же, совершать богослужение в честь Пресвятой Богородицы. Ну, а для всех, наверное, день это тоже особый. Почему еще? Все приходится освящать пасхальные приношения, куличи, Пасха, крашеные яйца. Поэтому день это, конечно, с одной стороны он скорый, но, тем не менее, он тоже является неким утешением для каждого человека, потому что люди уже находятся в преддверии праздника Пасхи. Подготовка к празднику. Сама подготовка, может быть, даже доставляет достаточно большую радость и для хозяек, и для домочадцев. Поэтому, конечно же, все ждут этого праздника, ждут чего-то нового, ждут того, что произойдет какое-то обновление в их сердцах, в их разуме, что-то, возможно, исправится. Поэтому, конечно же, мы точно с такими же чувствами ждем этого праздника и надеемся, что все эти чаяния, которые люди возлагают на этот праздник, они все будут оправданы. Ну, тут, наверное, уместно будет сказать, что для того, чтобы что-то произошло и что-то изменилось, человек должен приложить некие усилия, потому что ничто не достается человеку просто так, хотя бы попросить надо. Ну, безусловно. Вы знаете, нам дается очень много, и мы должны правильно воспринимать то, что нам дается. Потому что если нам дается, а мы не имеем возможности для восприятия этого, то, в принципе, это не будет усвоено тогда. Следовательно, мы оставимся на том же уровне развития, что и были до того. Поэтому, конечно же, для того, чтобы что-то получить, необходимо подготовить в данной ситуации свое сердце, свой разум, свою душу к восприятию этого величайшего события. И, конечно же, не хочется, чтобы все сводилось просто к каким-то техническим вопросам освящения кулича, освящения пасхальных яиц или чего-то иного. Хочется все-таки, чтобы люди пришли в храм, чтобы они пришли всей семьей. Пусть это будет тот день, когда они посвятят друг другу, когда невозможно навестят тех людей, кто находится в неком отдалении от них, кто нуждается в их тепле, в их любви, в их заботе. Вот, наверное, если это сделать, то праздник Пасхи прочувствуется в полной мере. Много очень, знаете, людей спрашивают о том, как же нам прочувствовать праздник Пасхи. Мы не всегда ощущаем эту радость. Мы не всегда ощущаем разницу между прошлым и воскресеньем, и воскресеньем, на которое приходится опасно. К сожалению, да. И, наверное, совет очень простой. Если вы не ощущаете радость в своем сердце, вот сейчас, кажется, такие слова скажут, что, может быть, не совсем понятно, поделитесь все-таки радостью своим близким. И, видя радость в их глазах, вы сможете приобрести свою радость от этого праздника. Мы не должны замыкаться, чтобы только радоваться в одиночку, да, и ни с кем этим праздником не делиться. В одиночку ждать радости, может быть. А вдруг она снизойдет, да? Мы должны все-таки стараться этой радостью делиться друг с другом, стараться поддерживать тех людей, которые в этом нуждаются. Потому что таких людей действительно много. И если мы хотя бы для одного человека сделаем что-либо хорошее, если он улыбнется, если ему будет приятно, то, я думаю, что и Господь и в наше сердце поселит радости. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете напрямую задать их батюшке, позвонив по номеру студии 495-508-86-84. Ну, а мы продолжаем наше общение. Мне бы хотелось задать такой вопрос. Сейчас очень часто аргументом по поводу того, что человек не ходит в церковь или редко туда ходит, является занятость. Мы очень заняты, у нас какие-то проблемы, неотложные дела. Если человек работает, если человек действительно находится в постоянном каком-то движении рабочем, есть ли какие-то знаковые службы или одна служба, например, которые надо посетить для того, чтобы вполне ощутить приход этого события, приход Пасхи? Вы знаете, я знаю такие случаи, когда человек, будучи, можно сказать, неверующим человеком, проходя мимо храма, в пасхальный день, это было, наверное, лет 5-6 назад, увидел, что все идут в храм. И он пошел вместе с ними, даже не зная, что сегодня за день, возможно, он где-то и слышал, что сегодня Пасха, но вот он не отдавал практически себе отчета в том, что он идет на пасхальное богослужение. И придя на пасхальное богослужение, в день Святой Пасхи, он сам сказал, что вышел совершенно из храма другим человеком. Он действительно стал человеком верующим, он стал человеком, который живет полноценной церковной жизнью, участвует в церковных таинствах. Он стал совершать больше дел милосердия. По своей сущности достаточно человек этот, если и был, может быть, в каких-то проявлениях жесткий, то даже его семья говорит о том, что он стал мягче, он стал лучше, стал добрее. Поэтому, наверное, если у людей есть возможность прийти на пасхальное богослужение, то, наверное, это будет самым лучшим способом для того, чтобы прочувствовать всю полноту радости. Потому что во всех храмах, опять же, Одинцовского района и всей Московской области в эту ночь совершается пасхальное богослужение. Вот в соборе Георгиевском появляется такая традиция, что на подобные праздники литургия свершается и в Иверском храме, и в Георгиевском. В одно и то же время. То есть ночью в двух храмах будет совершена пасхальная литургия. Будет один крестный ход, но потом люди смогут разделиться. Кто-то пойдет в нижний храм, кто-то пойдет в верхний храм. Это сделано, прежде всего, для удобства людей, потому что, несмотря на всю величину Георгиевского собора, людей, приходящих в этот день в храм, очень много. И для того, чтобы им было более комфортно стоять на богослужении, для того, чтобы была возможность, знаете, для некоторого движения, потому что все-таки будет крестный ход, и все происходит достаточно динамично, было принято решение, как и на Рождество сделать божественную литургию и в нижнем храме, и в верхнем. — Батюшка, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок с вашего разрешения. Ответим телезрителю и тогда продолжим. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос благочинному. — Алло, добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Скажите, пожалуйста, если есть желание у человека исповедаться перед таким великим праздником, вот, например, Георгий в храме, ну, вот в пятницу вечером или в субботу, в какое время это будет происходить? И какие вообще, ну, вот, если человек, весь пост постился, если, вот, ну, какое должно быть, ну, правило, если, ну, просто прийти на исповедь и, ну, исповедаться, как чувствуешь? Спасибо. — Спасибо за вопрос. — Спасибо. — Вы знаете, вы, главное, я чувствую ваше волнение, и мне хочется вам посоветовать, прежде всего, не бояться и не волноваться. Вы можете прийти для того, чтобы исповедоваться и в пятницу вечером, в 16.30 начнется исповедь для тех, кто планирует причащаться в Великую Субботу, да? Также исповедь начинается у нас за полчаса до утреннего богослужения, поэтому в 7 часов 30 минут начинается богослужение, в субботу утром, в 7 часов начнется исповедь. И для тех, кто желает причаститься за ночным богослужением или утром, в самый день Пасхи, общая исповедь начнется в 22 часа. И я думаю, что за то время, которое будет до богослужения, каждый человек сможет исповедоваться, каждый человек сможет постоять, поразмыслить над своим поведением, да, как мы говорим детям. И каждый сможет приобрести то состояние, которое будет способствовать его приближению к Богу в этот день. Поэтому повторюсь, что это вы можете сделать завтра в 16.30, в 7 часов утра в субботу или в 22 часа тоже в субботу. Пожалуйста, приходите. И даже если вы постились не весь Великий пост, а может быть, вы только начали поститься и решили это сделать, это значение не имеет. Потому что все-таки, несмотря на то, что Церковь предлагает каждому человеку соблюдать Великий пост и другие многодневные посты, но тем не менее здесь вопрос решается индивидуально, потому что многие люди работают, кто-то болеет, кто-то, женщины бывают беременные, которые противопоказаны даже, можно сказать, пост, бывают кормящие мамы, ну и много еще бывает тех людей, которые, в принципе, даже если один-два дня смогут соблюдать пост, уже этого будет достаточно для того, чтобы приступить к таинству. Но нужно понимать, опять же, что пост физический, состоящий в ограничении себя продуктов животного происхождения, это не самое главное, что нам с вами необходимо, если мы готовимся к таинству исповеди, к таинству Евхаристии. Все-таки нам для себя необходимо решить, все ли у нас внутри нормально. Правильно ли мы относимся к себе самим, правильно ли мы относимся к Богу, и правильно ли мы относимся к своим ближним людям, которые окружают нас с вами. Если мы на эти вопросы ответим, и, безусловно, наверное, увидим, что какие-то изъяны в нашем поведении есть, и если мы их увидим, соответственно, мы сможем их исправить. У нас будет решимость в себе что-то поменять. Вот это самое главное, что необходимо приобрести в Великий пост. Решимость поменять себя. Ну вот, исходя из Ваших слов, можно сделать вывод, что, в принципе, церковь к незнанию каких-то технических моментов относится достаточно снисходительно. Главное, чтобы было желание меняться, становиться лучше. Вот в связи с этим у меня тоже вопрос. Так получается, что для многих, особенно для тех людей, чью истинное воцерковление еще впереди, вот этот поход, может быть, начинается с таких достаточно утилитарных, да, житейских вещей, как-то осветить куличи, покрасить яйца, побывать вот в храме на этом вот именно чине, да, освящении. Ну и потом в воскресенье, естественно, все это покушать и сказать слава Богу, да. Вот если брать этот вот такой утилитарный, да, эти вещи, как они будут проходить, потому что по субботам действительно во многих храмах, особенно в центре города, вот это Георгиевский, это Гребневский, да, бывает ажиотаж. Когда начинается вот этот чин освящения, и как лучше, куда лучше? Может быть, лучше отправиться в какой-нибудь храм, там, в другой населенный пункт съездить? Вы знаете, мы вот на протяжении последней недели, что называется, ногами прошли всю территорию храма, да, прошли все возможные варианты, как нам расположить людей таким образом, чтобы им было комфортно. На мой взгляд, нашли оптимальное решение, учли все какие-то тонкости и нюансы, даже холодной погоды, возможно, которая будет. Для этого мы учли, что мы постараемся даже раздавать горячий чай, если будет холодно, да, если люди все-таки, какая-то небольшая очередь будет скапливаться. Но, тем не менее, постараясь здесь учесть все, специально приобрели большое количество столов, которые будут выставлены на соборной площади, и каждый человек сможет прийти, поставив свои пасхальные снеди на эти столы, присутствовать на молитве, которая совершается, краткая, и получить благословение, окропление святой водой. Безусловно, народу бывает очень много. Это с самого утра начинается? Это начинается примерно с 10.30. Вот в соборе освящение куличей, пасхальных приношений будет свершаться примерно с 10.30 до 22 часов. То есть достаточно длинный период времени, практически 12 часов, и я думаю, что каждый человек сможет выбрать тот отрезок времени, когда ему удобнее прийти для того, чтобы осветить свои пасхальные приношения. Конечно же, бывают часы, когда людей особенно много, это примерно, наверное, 12 часов, 13 днем. И, конечно же, под вечер народу становится меньше, потому что люди уже спешат домой, кто-то хочет отдохнуть перед вечерним богослужением, ночным богослужением. Поэтому утром людей еще не так много, потому что не все еще хозяйки, наверное, закончили все пасхальные приготовления, не все еще красиво оделись для того, чтобы пойти в храм. Но, тем не менее, вы знаете, даже если человек, возможно, это делает на каком-то автомате, для него это все равно радостное событие, он готовится к этому, да? Он печет куличи или просто приобретает их, он красит яйца. Все равно это некое событие для человека, он к нему готовится. А мы, как правило, готовимся к чему-то для нас важному, мы не готовимся к каким-то неважным событиям в своей жизни. И поэтому даже то, что человек к этому готовится, и он придет и свершит этот небольшой труд, тоже для него это является очень важным. Поэтому, вы знаете, я просто не хочу никого призывать, ни к чему, но мне хочется просто, чтобы люди попробовали. Попробуйте прожить вот этот день так, как вам предлагают прожить церковь. Прийти осветить куличи, прийти домой их поставить, и прийти ночью на богослужение. И вы потом, придя домой уже после ночного богослужения, для вас кулич будет намного вкуснее, для вас это пасхальное яйцо будет намного ароматнее, и так далее. Может быть, новый смысл приобретут эти вещи. Конечно, поэтому попробуйте просто прожить этот день, как вам предлагает церковь, и вы почувствуете еще большую радость. Не просто гастрономический эффект от этого праздника, а почувствуйте действительно радость сердца. просто попробовать ничего, мне кажется, не мешает любому человеку это сделать. И если не получится, значит, что-то надо будет тогда менять уже в своем сердце человеку. Но если получится, вы действительно поймете, насколько этот праздник великий. Ну, вообще, я так понимаю, самый важный момент, да, это вот богослужение ночной и крестный ход, да, следующий за ним. Да, это, конечно же, сначала крестный ход, да, а потом уже богослужение пасхальное заутренняя и литургия. Но, опять же, те, кто не сможет прийти ночью на богослужение, в 6.30 и в 9.30 богослужение будет повторяться для тех, кто не смог прийти в силу разных абсолютно обстоятельств в храм ночью. Это могут быть мамы с детьми, с малолетними детьми, это могут быть люди пожилые. Много людей, которые не совсем комфортно приходить ночью, да, поэтому для них в 6.30 и в 9.30 также будет совершено богослужение и после богослужения будет также совершен пасхальный крестный ход вокруг Георгийского собора, если мы говорим про Георгийский собор. А что касается крестного хода, который в 14.30 будет, тоже в нескольких словах? Это знаменательное событие, которое проходит каждый год. Вы приглашаете на него или и так большое количество людей? Мы всех приглашаем и хотим этой радостью делиться со всеми. Крестный ход проходит в любую погоду. Несколько лет назад, я помню, что на Пасху был снег, и все равно крестный ход состоялся. Дети были еще больше, наверное, рады этому. Крестный ход начинается от Георгийского собора, идет по Можайскому шоссе, по пешеходной зоне, и он заканчивает действительно у стен Гребенского храма, этого древнего храма, который располагается на Можайском шоссе также. И потом он не просто заканчивается, начинается пасхальное гуляние. Там будут проходить мастер-классы, там дети смогут поиграть в различные игры, там будут приготовлены угощения для всех тех, кто придет с пасхальным ходом, дойдет до Гребенского храма. То есть практически каждый сможет найти для себя какую-то радость по душе. И мы, конечно же, всех приглашаем на этот крестный ход. Приходите с детьми, не бойтесь, приходите с целыми семьями. Мы надеемся, что с каждым годом этот пасхальный крестный ход будет все больше и более многочисленный. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос нашему гостю. Здравствуйте, с наступающим праздником. Скажите, пожалуйста, вы весь пост держались, очень держались, старались, но вот так в женские дни такие вот, нельзя приходить в храм на пасху? Спасибо за вопрос. Вы знаете, в храм можно приходить в любые дни, но, к сожалению, женщине можно не в любые дни участвовать в церковной жизни, то есть приступать к таинствам церкви, а приходить, прийти в храм, помолиться женщинам может в любые абсолютные дни. Поэтому милости просим. Теперь бы хотелось в нескольких словах, чтобы вы сказали о событиях, которые следуют за Пасхой. Это так называемое Фомино, Воскресенье, Радоница. Насколько они важны для христианина и, ну, скажем так, какое внимание им надо уделять, насколько внимательно к ним нужно относиться? Ну, Пасха – это праздник, который продолжается, мы знаем, 40 дней до Вознесения. Следующая неделя за Пасхой называют Светлой Седмицей. Каждый день совершается точно такое же богослужение, какое совершается самый день Пасхи. С крестным ходом, с теми же песнопениями, оно такое же динамичное, такое же быстрое, такое же радостное. И потом, действительно, неделя Фомина наступает после Светлой Седмицы, и она называется еще по-другому неделя Анти-Пасхи. Но Анти не с точки зрения против Пасхи, а напротив. То есть неделя следующая за праздником Пасхи. И там тоже богослужение насыщено пасхальными песнопениями. И церковь даже говорит о том, что если те, кто не был, возможно, может, по разным причинам, уезжали, болели люди, если не были на пасхальном богослужении, то они могут прийти в неделю Анти-Пасхи, и для них это будет таким же радостным и светлым событием, как и в самом день праздника. У нас есть еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, представьтесь и задавайте Ваш вопрос благочинному. Алло. Да, мы Вас слушаем. Здравствуйте. С наступающим праздничком Вас. Здоровья. Вы знаете, я вот только что включилась и не слышала. Может быть, Вам уже задавали этот вопрос. Я звоню со стороны, вот где военкомат. У нас здесь нет ни церкви. Стояла маленькая палаточка церковная, и ту снесли. Как же нам быть пенсионером? У нас ножки болят. Когда на нашей стороне будете церковь строить? Спасибо за вопрос. Ну, эстакаду уже построили, по крайней мере, доступность транспортной улучшилась. А что касается храма, ну, вопрос постоянно возникает, что говорится. Вопрос возникает, так понимаю, это другая сторона Одинцова. Да, это восьмой микрорайон. Да. Получилось так, что, Вы знаете, мы именно сейчас, вот в этот период времени, прорабатываем вопрос о выделении участка земли для строительства там полноценного храма. Так получилось, что участок был уже выделен, но, к сожалению, он не совсем удачно расположен. То есть мы, посмотрев этот участок, поняли, что если мы на нем построим храм, то там просто на двух улицах встанет движение. И мы сами предложили, что давайте рассмотрим какие-то другие варианты, потому что не хотелось бы создавать для жителей неудобства. Там нельзя было, не будет не очень комфортно оставить машину, если человек приезжает на машине. Если там что-то происходит, кто-то пытается припарковаться, то встанет вся улица. Поэтому участок там выделен, там, к сожалению, проходят коммуникации на этом участке, но все-таки он не совсем удачно расположен. Вот именно сейчас, благодаря и главе нашего района, происходит выборка нового участка для храма, который там будет расположен. То есть храму быть, а все остальное уже вопросы технические. Храму быть, существует юридическое лицо этого храма, там есть настоятель, да, который занимается этими вопросами. Поэтому надеемся, что будет подобран новый участок, и общими усилиями мы сможем построить там храм. Что же касается палаток, которые стояли по городу, но они никак, никаким образом заменить храм не могут, понимаете. И было иногда, вы знаете, очень больно смотреть, когда в одной палатке продают там сигареты, пиво и что-то еще, и тут же рядом стоит палатка церковная, в которой продают там или реализуют свечи и принимают записки. То есть такое соседство не самое удачное. Вот на мой взгляд, это не совсем правильно, да, и рождает такое, знаете, больше негативное отношение к церкви, нежели чем положительное. Поэтому вот эти палатки было принято убрать, и, опять же, спасибо главе, он поддержал наше решение, да, и будем надеяться, что вот в том микрорайоне, который очень нуждается в том, чтобы был православный храм, храм все-таки будет. Ну и еще один вопрос, вопрос, который поступил от наших телезрителей сегодня, накануне нашего выхода в эфир. Я предложил им позвонить, но они так и не собрались, поэтому я этот вопрос озвучу. Вопрос касался опасений, связанных с коррекционной школой «Надежда». Эта школа расположена на территории, один, я так понимаю, одно из подразделений школы расположено на территории социального центра рядом с Гребневским храмом. И у родителей детей, которые его посещают, появилась информация о том, что будут расширять школу для обычных детей, да, школу воскресную, я так понимаю, и выселят в школу «Надежда», в которую приходят особые дети. Вот, если можно, или подтвердить, или развите опасения родителей. Вот, я вам сразу скажу, что эта информация не соответствует действительности. Коррекционная школа «Надежда», которая находится в социально-культурном центре при Гребневском храме, это наши большие друзья. Мы с ними постоянно сотрудничаем, они приходят к нам в гости, к ним приходят священники, которые тоже пытаются каким-то образом участвовать в их жизни. Вот, совсем недавно, буквально позавчера, Владыка Митрополит передал для детей, обучающихся в этой коррекционной школе «Надежда», 60 пасхальных подарков. И эти пасхальные подарки совсем скоро будут вручены всем учащимся этой школы. Никто никуда не собирается переезжать. Я не знаю, на чем основаны эти слухи, но у нас с ними самые прекрасные, добрые отношения. Я надеюсь, что эти отношения у нас сохранятся еще на многие-многие годы. — Может быть, это связано с тем, что расширение, как по закону сохранения энергии, сколько в одном месте прибудет, столько в другом будет. — Вы знаете... — Если воскресное будет расширяться, может, люди посчитали, что автоматически сузятся возможности площади школы «Надежда»? — Вы знаете, социально-культурный центр при Гребневском храме настолько велик, что, мне кажется, там места хватит и для коррекционной школы «Надежда», и для всех тех проводимых мероприятий, которые проводят Денисовское благочение. Я честно говорю, что... Причем мы встречались даже с директором коррекционной школы «Надежда». Я ей сказал, что я вам даю слово, что мы не предпримем никаких усилий для того, чтобы вы отсюда съехали. Конечно же, они тоже мечтают о своем новом здании. Да, и когда, наверное, это здание, когда будет построено для них, они, наверное, с радостью переедут. Но пока такой возможности нет, они будут находиться в том месте, в котором они находятся сейчас, то есть в социально-культурном центре Денисовского благочения. Ну что ж, батюшка, спасибо. Спасибо за ответ. Я думаю, что... Надеюсь, что он удовлетворит тех, кто этот вопрос задавал. Надеюсь, что нас услышали. Те, кто хотели его задать. Я думаю, что они его услышали. Но в любом случае, если они будут нам перезванивать, мы доведем. Если они не слышали, доведем эту информацию до них. Спасибо огромное. Я хотел бы поздравить и от себя, лично от лица нашей телекомпании, вас и все Одинцовское благочение в вашем лице с замечательным праздником наступающим. И, естественно, пожелать вам эту радостную нагрузку выдержать, потому что впереди, конечно, очень сложные несколько дней для вас. Удачи вам и спасибо большое за сегодняшний визит. Спасибо вам большое. Всего доброго. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был протеерей Игорь Нагайцев, благочинный Одинцовского церковного округа Московской епархии. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok